Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим демо-версию такой стратегии в реальном времени, которая называется Лисария, The Fantasy Kingdom Sim. И судя по этому главному меню, и вот по вот этой вот страшной плашке, да, выбор ВК-плей, господи, фу, фу ВК-плей, фу, из-за этой нечисть, игру делают наши отечественные разработчики, ну, скорее всего, из России. Ну, самое приятное, то, что игру выпускают они не только в ВК-плей, который нахрен никому не сдался, а еще и в Стиме. Это значит, что в их игру все-таки кто-то да поиграет. Ну что ж, давайте посмотрим на эту демо-версию игры Лисария, которая мне скриншотами и геймплейным роликом очень напомнила Мэджести. И, в частности, именно почему-то вторую часть, ну, больше, наверное, по визуалу. Кстати, про вторую Мэджести я как-то выпускал видео у нас на канале, можете посмотреть, ссылку оставлю в описании. Ну, а сегодня давайте посмотрим на первую миссию в этой игре Лисария. Листая угроза. Асир, жители Скалистой Чащи просят о помощи. Листое зверье нападает средь бела дня. Местные утверждают, что видели даже пауков. Король поручает вам, как его наследнику, отправиться туда и защитить подданных. Не буду скрывать, что вас испытывают, но также это возможность проявить себя и показать Черни, что она под защитой короны. Понял. Так, отстройте Скалистую Чащу, защитите поселение и найдите причину нападений. Погнали, разберемся. Ну, а пока игра будет загружаться, хочу напомнить, что благодаря этим людям, которых вы видите на своем экране, я имею возможность дальше для вас сделать такие классные видео. Так что и вы можете поддержать меня на бусте по ссылочке в описании. Спасибо. Выше Высочество, вот мы и прибыли. Давайте начнем со строительства лесопилки. Ваш отец поручил разобраться с причинами нападения зверей на это поселение. Но прежде необходимо отстроить поселение заново. Нельзя оставлять подданных в беде. Так, ну поехали. Нам нужно отстроить лесопилку. Там потребуется много древесины. Кстати, вы заметили, что озвучка нейросетевая. Это очень странно. Разработчики-то вроде из России, но озвучка нейросетевая. Что? Вам что было? Прям сложно позвать людей, которые разговаривают на русском языке? Ну, я не знаю. Или, может быть, мне кажется, что это нейросети? Так, создаю двух лесорубов. Лесопилка. Ну, значит, она должна быть где-то поближе к лесу, да? Так, вот как видите, у нас здесь даже интерфейс похожий, да? Это у нас такая стратегия с непрямым управлением. Где мы возводим постройки и стараемся защитить наш замок. Ну, и работяги там в процессе, в каком-то, знаете, с каким-то приоритетом все делают. Приветствую, ваше высочество. Я представляю сестринство рейнджеров. Уверена, что в здешних лесах без нашей помощи точно не обойтись. Лучшие разведчики королевства будут готовы к найму. Как только здесь появится гильдия рейнджеров. Нет, это нейросети. Вот эта дамочка из сестринства рейнджеров это доказала. Это, черт подери, нейросетевая озвучка. Слушай, я как бы не против внедрения нейросетей в игровую индустрию. Но только как вспомогательный элемент. Когда этот элемент выходит на первую полосу, вот тут, я считаю, возникает проблема. Потому что, как бы хороши не были нейросети, они все-таки не заменят и не смогут заменить людской труд. Ну, игровых разработчиков. Так что, разрабы, если вы смотрите это... Блин, я не знаю. Ну, за банку огурцов и пачку чипсов наймите кого-нибудь. В ней можно призвать героев изучить их навыки, открыть дополнительные услуги для героев. Призовите минимум двух рейнджеров, они смогут исследовать окрестные земли. Хорошо. Ну, я реально... Я на полусерьезе говорю, ребят. А вот рейнджеры озвучены на английском. Прекрасно. Короче, я не знаю, наймите кого-нибудь. Там, блогеров, например, таких как мы, да? Особенно, которые не занимаются озвучанием. Нам это будет и опыт, и вам будет голоса. Так, обратите внимание на панель героя. Да, на него можно посмотреть, можно предметы глянуть, они качаются. Ну, блин, я понял, это бэджести. О, суки! Гребаные крысы! Так, альтом мы ставим приказ. Да, и даем награду. 50 копеек давай дадим. Поехали. 50 копеек за уничтожение логово ворючих крыс. Сир, растущему поселению нужны дома. Без них мы не сможем построить производственные здания или нанимать героев. И самое главное, чем больше построек в поселении, тем больше подати идет казну. Отлично. А нам подать очень нужна. Без золота мы ничего не сделаем. Так, логово крыс потихоньку изничтожается. Слушай, ну конечно, да, для демки неплохо, но... Здание улучшено. Очень странно выглядит все в игре. Собирает ресурсы. Это, наверное, собиратель налогов, да? Какой-то странный тип такой, знаешь, как с ушами. О! Ну блин, а эти ребята не озвучены. Они на английском. И вроде они озвучены нормально. Слушай, ну они озвучены нормально. Не звучит, как будто Нейро Сити. Ну, они озвучены нормально. Прям серьезно. Так. Дикое пламя покидает этот мир. Ну, помянем. Зато это тенистый лист. У нас молодец, она качнется сейчас. И получит все золото. Красава. Так, дело сделано. Нам надо построить два домика крестьянина. Давай займемся этим. Слушай, ну игра вроде неплохо, да, выглядит и играется. Пока что для, особенно, демо-версии какой-то. Но у меня пока что претензия именно к озвучке этой игры. Типа, я вообще не понимаю, на кой хрен было нейросетевое озвучка делать. Большое высочество. Ага, враги. Вы заметили большую стаю волков рядом с поселением. О, черт. Постройте еще гильдии героев и призовите в них подкрепление. Давай. Ну давай, готов. Кого строить? Гильдия рейнджера. Текущей задачи? Задачи нет. Святилище монахов могу построить. Но у нас ни черта нет. О, к нам это идет, какой-то караван. А его, вижу, уже покусали по пути. Да, там крысы, наверное, вонючие покусали. Да, логово крыс. Высочество, я говорю от имени Ордена Рыцарей. Если вам понадобятся отличные защитники и сильные воины, прикажите построить казармы, и мы встанем под ваши знания. Окей. Давай построим. Вот, гильдия воинов уже интереснее. Давай где-то бахнем вас, я не знаю. Прям вот здесь. Тут еще, я вижу, камень можно будет добывать. Да. Отлично. Так, работяги строим. Так, лучница пошла там умирать, что ли? Ну, вроде нет, нормально. Мы можем дать приказы на логово пауков. Давай 50 копеек. 100? Нет, недостаточное? Да ладно. 150, поехали. И это еще недостаточно, прикинь. Наймите двух рыцарей. Они отличные защитники. Патрулируют территорию города и оказывают поддержку всем героям сражениями. Давай завтра качнем вас. Деньги есть? Древесина тоже. Алисер предпочитает выполняет задание защиты и требует за них гораздо меньшей награды. Ммм, то есть даже так, да? Так, я бы еще вот водючих крыс убил. Давай дадим им там 100 монет. Они в порядке приоритета там это сделают. Сначала они пойдут развалит пауков, которые рядом. Сравия, сэр, гильдия тени протягивает вам руку помощи. Я вижу, что вы... Так, гильдия тени, ага, воры, воришки. Постройте трущобы в поселении, и наши воры выйдут на улицы. Воришки хотят у нас тут еще поработать. Ну хорошо. Так, ну пауков пошли мы дрюкать, да, потихонечку. Ну правда не 4-го левела, а воина у нас-то 1-го. Знаменитый. Что-то я про тебя не слышал. Не такого, что и знаменитый. И он сразу драпает. Устрашен силой врага. Они дешевы и обладают мощными атаками, но могут заниматься воровством у крестьян и других героев. Что-то наших юнитов просто дрюкают по КД. Ну она молодец, она уже прокачана, и кольцо сопротивления. Ну правда ее сейчас убьют, скорее всего. Так, убей паучков. Надо убить пауков, иначе сейчас убьют наших рейнджеров. О, да, давай башни сделаем. Давай вот так, и вот так. А то наши юниты абсолютно не справляются, от слова совсем. Мы там даже валютных пауков убить не можем. Тут уже и волки, слушай, идут, реально. Грозовой клык. Слушай, у них даже имена есть. Скользящая. Арахна. Ну это оригинально, да. Пауки грызут нас. Теперь нам присоединился придворный маг. Паука зовут Токсик. Пока их мало, но в дальнейшем мы сможем изучить новые, более мощные заклинания. Отлично. Так, что еще можем сделать? Защитное сооружение все. Все пока. Снимаются не только с каждого здания в поселении, но и с покупок в магазинах. Прикажите построить кузницу. Герои смогут купить новую броню и оружие. Во, это, кстати, давно пора было сделать. Потому что наши юниты как-то совсем слабенькие. Так, ну пауков вы развалили, да? Наконец-то. Минус одна проблема. Теперь давайте идите дрюкать крыс. Потому что они меня тут очень раздражают. Кстати, может быть даже баллиста поможет. Да, помогает, хорошо. И можно их даже улучшить. И я бы это сделал. У него находятся предметы экипировки, которые вы можете добавить в ассортимент кузницы для продажи героев. Учитывайте, что разные классы используют разную экипировку. Да я бы все дал. В магической лавке продаются лечебные зелья и артефакты, которые так уж на герой. Блин, караван, на него нападают. Постройте магическую лавку. Я бы сначала улучшил до второго левела баллисты. 50 камня надо. А вот с камнем у нас проблема. Так, что надо сделать еще раз? Магическая лавка. Давай сделаем. Это походу там всякие зелья и прочая херня будет. Да, да, да. Зелья и прочая херня. Звучит как план. В продаже появились новые товары. Так, ребята, вот это надо убить. Давай 150. Так, вот у них появились новые всякие там кинжалы и прочая херня, которые можно, собственно, закупить. Так, и давай мы, наверное, сделаем тут еще... Ага, древесины нет. А почему? Все же нормально. Дерево-то добываем вроде. Изучите лечебное зелье. Да, давай. Можно еще, кстати, кольца. Моя прелесть. Ваши мульеты. Кроме дерева, есть и другие ресурсы для строительства и улучшения зданий. Например, камень и железо. Постройте лагерь камнетесов рядом с месторождением камня. Вот давай даже вот так сделать, чтобы и железо, и камень мы добывали. В продаже появились новые товары. И камень, и железо. Отлично. Так, ну может быть потом еще домики бахнуть. О, кстати, грабеж. Давай. Ваши населения собраны. Ваша доля уже отправлена в казну. Отлично. В продаже появились новые товары. Так, у нас есть рейнджер. Вор один, да, и два воина. Давай еще одного рейнджера сделаем. Воришек вроде хватает. Так, давай среднюю броню. Да и можно кинжалы дать и тяжелую броню. Чего бы и нет. Пусть будет все в ассортименте. В продаже появились новые товары. Отлично. Так, а тут вонючих крыс мы так и не добили. Вы что, серьезно, ребят? Это вы должны были еще вчера сделать. Какого хрена так долго? Ладно. Ну, кстати, и сундук до сипотных скрыли. Продажи появились новые товары. Давай, может быть, исследование поставим. Маркер. Давай вот исследуйте за 50 копеек. Пройдите и исследуйте. Тут дофига у нас есть всего. Тут как бы сундуки. И опять же и камни, да хера с железом. Вообще класс. Пора бы это исследовать, ребят. Так, каминетесы есть у нас тут, да? Тут еще на нас будут вонючие крысы нападать. Походу. А может быть и нет. Кстати, можно каминетесов улучшить. Больше камня. Да, давай. И надо дерево улучшить еще. У нас с деревом прям проблема. Ускоряет добыча дерева на 30%. Появились новые товары. Давай, наверное, просто улучшим. Так, сейчас у нас вроде волки пойдут, да? Ага. Пауки нападают. Скользитель. Ну, пусть нападают, пусть нападают. Так, тут мы до сих пор не разведали. А там какие-то припасы лежат, кстати. Вроде даже полезные. Вот что это такое? Сир, на замок напали. О, ужас. Оборона. Все на оборону. Плачу 200 золотых. 250. Ладно, 200 золотых. А у нас нет денег. У нас нет денег. Проблема. А чем будем платить? Хотите, деревом заплачу? Здание улучшено. Я, пожалуй... Нельзя, да? Ну, мы уже как бы деньги заплатили, по идее, да. Ну, 200 монет, думаю, справедливая цена. Медведи? Нихера себе. Начинает тень. Ё-моё. А ты там справишься, знаменитый? Иначе ты скоро будешь не знаменитый, а мёртвый. Походу, придётся тебе никнейм менять. Так, ну нормально. Две вышки оборонительные вроде тащит. Кстати, можно ещё бахнуть одну? Да, да золота дофига. Ну, думаю, сделаем. Так, быстро рука покидает этот мир. Очень быстро, кстати. В продаже появились новые этапы. Мы отбились, ваше высочество. Но поведение этих животных заставляет меня задуматься. Их атака скоординирована и свирепа. Полагаю, тут не обошлось без магии. Хорошо, что мы укрепили оборону, ваше высочество. Охотники... Создать разведку. Окладки гигантских пауков неподалёку. Создайте... Разведки указанной области и рейнджеры найдут логово. Рейнджеры. Не только в разведке. Боже мой. Уничтожение монстров или оборона. Создайте задание. Назначьте награду. Надо, наверное, домиков сделать ещё. За работу, если не будут слишком заняты поглощением или в таверне. Так, а где у нас домики создаются алтарии? Панель создания заданий для героев. Вы можете создавать следующие типы заданий. Да, я понял. Разветка территории. Атака цели. Оборона точки или объекта. Домики, вот. Избегание обозначенного. Нам надо сейчас сделать домики. И больше работяг сделать. За выполнение задания. Тем более охотно герои возьмутся за его выполнение. Боже мой, разработчики, пожалуйста, уберите нейросетевую звучку. Она так отвратительно звучит. Просто очень хочется выключить. А можно я в меню выключить? Громкость эффектов, музыка интерфейса и опыта. Блин, ну почему нельзя отключить громкость озвучки? Ну она прямо сильно режет слух. Вот серьёзно. Я без шуток. Она прямо режет слух. Всё, удаляем задание защиты. Типа, я бы лучше оставил игру без озвучки. Это звучало бы намного лучше, поверьте. Я бы лучше сам текст прочитал. Ну я не знаю. Я серьёзно, без шуток. Ну прям очень плохо звучит. Прям очень плохо. И я как бы, ну не понимаю, если у вас нет ресурсов создать озвучку русскую, я же уже сказал, позовите там кого-нибудь студентов какого-нибудь университета актёрского искусства. Для них это будет и тренировка, и для вас будут голоса, опять же. Или блогеров каких-то, типа меня позовите. Да, мы не умеем озвучивать, но хотя бы это будут настоящие живые голоса. И для нас будут опыты, и для вас будут голоса. Ну как бы, ну я не знаю. Нейросетевая озвучка сейчас, ну слишком плохая. Чтобы её и, как бы, вот, в игры в такие внедрять. Ну это я считаю так. Так, домик там вы строите? Да, домик есть. Работяги тоже есть. Значит, можно построить здесь ещё лесопилку. Я хочу больше леса. У нас прям с лесом беда какая-то. Вот так. И надо тут, наверное, забабахать какую-то вышку. Чё-то мне не нравится. Здесь нападают на нас. Вот прям реально, да, вот отсюда нападают. А на разведку никто так и не пошёл. Всем насрать, да, на разведку? Задание принял? Вот и где? Чё-то как-то не бросается в глаза, что вы приняли задание. Так, ну тут у нас... А, да, тут пауки на... Ой, господи, волки нападают. Но тут у нас есть это, да. Стража. Блин, вот именно у них камни, стена. Это прям... Ребен, нейросетевая, делала всё. Вы наружили кладку паучьих яиц. Создайте задание на уничтожение логова. Сейчас сделаю. Плачу 150 и всё. Это моя последняя цена. У нас и так денег нет. У нас тут пауки и всякие волкины и прочее говно нападает. А тут наши герои где-то сливаются, идут. Ваше высочество нам несказанно везёт. Мимо проходил отряд авантюристов и остановился в нашем городе, чтобы отдохнуть и пополнить припасы. Они могут заинтересоваться нашими заданиями. Шестой левел. Неплохо. Слушай, мне героев на халяву дали, я не против. Звучит очень хорошо. Так, алтари какие-то. Единственное, знаете, что пока хорошо в этой игре, что мне нравится? Она выглядит и звучит классно. Кроме озвучки, у меня прямо единственная сейчас пока претензия к игре. Это очень плохая нервно-сетевая озвучка. Убери эту озвучку, и игра станет в разы лучше, поверьте. Так, школа монахов. Не могу, алтари пока строить не могу. Защитное сооружение тоже недоступно. Ну это первая миссия, как бы. Сначала я жалела вас, людишки, и хотела просто припугнуть. Но моему терпению пришёл конец. О, лесная ведьма. Кладки яиц, кстати. Но они сами пойдут валить их. Да, они им уже качаться, типа, надо. Карга, я так и знал, что дело в колдовстве, сэр. Если мы не избавимся от неё, то поселение долго не выстоит. Ну, погнали. Все силы на неё кидаем тогда. Но она седьмого левела, она жёсткая. По идее. Там-то посмотрим, конечно. Так, о. А тут у нас место под торговый пост. Кстати, да, я помню, по второй менеджерсти мы можем торговое посты делать. Это классная штука. Так, ну вышку, конечно, я поставил не там. Надо было где-то я тут стоять, по центру. Ну ладно. Капец она дрюкает моих всех ребят. Ё-моё. Ну, ты сейчас крутые парни придут с шестого левела. Тут уже налутались. Ты смотри, как налутался. Молодец. Зелье закупил и прочего говна. Красава. Ну, она прям больно делает, да. Шёпот попроти-ка что-то сейчас шептуна испустит и сдохнет, походу. А это вообще пошло гулять. Ей нормально. Луная мгла. Ей посрать. Ну, торговые посты можно делать, кстати. Тоже клёво. Вышка не достаёт, да, по ней? А, не, достаёт. Вот, отлично. Сейчас поможет вышка ещё. Ну, правда, у нас тут все сдыхают. Прямо реально все сдыхают, абсолютно. Давай, может, ещё вышечку сделаем. А, не могу. Или могу? Давай сделаем вышку одну. Ребята, строим вышку срочно. Так, первый левел сдох. Ожидаемо. Ну, шестой левелла должны затащить же, нет? Или нет? Чё-то как-то, да, тяжко-тяжко. Первая миссия, ребят. Ну, 700 хп у неё ещё осталось. У нас все шестой левелла поддыхали, по сути. А эти пошли гулять. Да, эти гуляют. Этих всё хорошо. Этих всё получилось, этих всё хорошо. Спи спокойно, милый принц. Скоро ты будешь горько о этом сожалеться. Чёртовая озвучка нейросетей. Как же это плохо. Всё? Дело сделано. Эту битву мы выиграли. Но проклятая корга успела скрыться. Мы должны отыскать её, иначе она снова нанесёт удар. You are victorious. Вы же мой. Ну, прикольная на самом деле игра. Прямо, я не знаю, владение корги. Да, типа. А есть тут что-то ещё, помимо компании, кстати? Не, нету. Пока что ничего нет. Отправьте отчёт об ошибке. Можно я отправлю отчёт о плохой озвучке русской? Прямо отвратительной озвучке. К сожалению, нет. Ну, давайте глянем вторую миссию. Ну, проходить её, наверное, уже в рамках этого видео не буду. Владение корги. Ваши высочные. Мы опросили жителей. Ага, да. Это заброшенное поселение пришлось как нельзя, кстати, для нас. Отстроим его, призовём героев и отправимся на поиски ведьмы. Её логово где-то на болотах. Слушай, ну, строить здание на болотах не самая лучшая идея. Ну, вообще, как бы, да, поселение. Блин. Я случайно. Я просто хотел посмотреть, где можно влепить. Ну, давай тут. Тут дерево вроде есть. Ну, и тут дерево, кстати, есть. По правде говоря. Ну, слушай, ну, в принципе, да, если как-то вот суммировать всё то, что мы увидели. Ну, вроде прикольная игра. Вроде как даже, типа, ну, такая пародия на Мэджести. Или я бы сказал даже не пародия, а... Ну, типа, новая Мэджести, по сути, да. Не сказал бы, что это хорошая прямо игра. Вот, ребят, ну, до хорошей ей ещё далеко, поверьте. Типа, здесь надо ещё работать и работать. Но, в принципе, дух и основная атмосфера Мэджести тут есть. Основные геймплейные механики тоже на месте. Единственное, что прям пока что мне лично не хватает, так это нормальные озвучки или отсутствие озвучки. Даже так будет лучше. И, наверное, мне ещё не хватает какого-то режима просто обычной игры без компании. Типа, где ты просто на рандомной карте какой-то будешь сидеть играть, чилить, кайфовать и развивать своё поселение, там, как тебе хочется. Да, отбиваясь от всяких, там, противников и так далее и тому подобное. Ну, то есть, вот этого прям мне хотелось бы. А так, в принципе, ну, прикольная игра. Я буду, наверное, наблюдать за развитием Лисарии. Посмотрим, может быть, эта игра вырастет в какую-то новую Мэджести. Может быть, у неё что-то получится. Ну, и, может быть, разработчики всё-таки поймут, что университевая озвучка это говно полное из жопы. И таким заниматься, ну, точно в игровой индустрии не стоит. Создавать какие-то картинки персонажей и юнитов, это ещё ладно, это ещё одно дело. Да, типа, когда вы делаете для каких-то иконок персонажей или, там, вот эти домики, да, вот домик крестьянина, там, замок и так далее. Вы делаете нейросетевые картинки. Это ещё, ну, типа, всё равно выглядит хреново, но ещё окей, типа, ну, пойдёт. Но вот озвучка, ну, не знаю. Это прям вот пока что то, что сильно вот хочется прям мне покритиковать. Прям очень хочется критиковать. А всё остальное в игре сделано вполне компетентно, неплохо. И, я бы сказал, даже на уровне Majesty 2, которую я, кстати, люблю и уважаю. И я считаю Majesty 2, наверное, очень классной и недооценённой в своё время игрой, в которую я когда-нибудь поиграю. И, возможно, даже пройду у нас на канале. Я думаю, люди у нас будут ждать прохождение Majesty 2 на канале. Ну, возможно, кстати, и эта игра когда-то выйдет, и мы компанию Лисарии пройдём, потому что она тоже вполне себе играется неплохо. Как я сказал, ей требуется, то есть, ну, небольшая доработка, и всё, будет нормально, вполне себе игра. В которую даже можно будет играть. И вполне себе даже кайфовать. Так что, мой вердикт, наверное, таков. Подождём, что будет с этой игрой на релизе, да? Поглядим. Здание улучшено. Что там будет интересного? Окрестные земли очень скудны. Для пополнения нашего склада ресурсами и деньгами нам стоит организовать торговые караваны. Дальше по дороге есть место для строительства торгового поста. Давайте... Я вышел в меню, почему ты продолжаешь разговаривать? Короче, у этой демо-версии очень много недоработок ещё, очень много технических огрех. Ждём, когда она выйдет, полноценный релиз. Возможно, это случится в следующем 25-м году. Посмотрим. Я добавлю её себе в список желаемого в Steam и никак не в ВК-плей. Фу! А вот в Steam обязательно добавлю. Поиграем, как она выйдет. Посмотрим, что у разработчиков будет на релизе. Ну, а на этом всё. Если вы на канале впервые, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте и не забывайте переходить по прекраснейшим ссылочкам в описании. Заходите к нам в группу ВКонтакте, в Дискорд канал. Ну и посещайте наши стримы на Твиче. Всем удачи и увидимся с вами в будущих видосах на нашем канале. Всем пока!